Достаточно длинный путь по получению финансовых ресурсов. Достаточно много городов, моногородов, субъектов Российской Федерации, защищаются на рабочей группе во внешней эконом-банке. Здесь нужна активность. Я просил бы Наталью Анатольевну и всех тех, кто занимается и со стороны КАМАЗа, и со стороны КИП-мастера, и со стороны руководства будущего металлургического завода и двух наших промышленных площадок развития на Пчелны, проявить активность, настойчивость, иметь железные аргументы в виде расчетов, в виде экономических выкладок для того, чтобы наши проекты были бы соответствующим образом одобрены и вынесены уже на правительство Российской Федерации. Серьезная, еще раз говорю, работа, требующая постоянных выездов командировок, все должны быть отмобилизованы для того, чтобы эту работу провести. Естественно, помогает активно и работает Министерство экономики Республики Тарстан, Министерство промышленности, значит, агентство инвестиционного развития, поэтому с ними нужно взаимодействовать и работать. Перспектива есть в плане того, чтобы в такое непростое время, как говорят, выложив все аргументы на стол, можно было бы в этом направлении тоже работать. Не зря говорят, кризис – это определенные возможности. Никто нигде никого не ждет, я вам могу сказать точно. Никто глаза не проглядел, как там у нас набережные и челны. Мы вас тут ждем, не дождемся, нате вам средства. Нет, там нужно настойчиво этим вопросом заниматься. Субъектов много, проблем у субъектов Российской Федерации, их 83, по-моему, субъекты у нас в стране, поэтому более 300 городов являются моногородами по категориям, первая, вторая, третья. У каждого свои проблемы, лоббистские возможности у всех достаточно высокие, но нам надо в этом вопросе активно заниматься. Поэтому я прошу всех, кто к этому имеет самое непосредственное отношение, очень-очень скрупулезно, детально этим вопросом заниматься. Продолжение следует...